Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю и с века в век. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Ачеба, Дивидант и Славе Прохубады. Как учит Бхагава-гита, Садху, святой человек, есть тот, кто находится в сознании Кришны. Человек может казаться нерелигиозным, но если он целиком и полностью обладает сознанием Кришны, его нужно считать Садху. Слово Душ-Критам применимо к тем, кого не привлекает сознание Кришны. Такие неверующие или Душ-Критам описываются как люди недалекие, низшие представители человечества, даже если они светки образованы, в то время как другие люди, полностью занятые в сознании Кришны, считаются Садху, даже если они не образованы и не обладают хорошими манерами. Что касается неверующих, то Всевышнему Господу не обязательно появляться самодум, чтобы уничтожить их, как Он это сделал с демоном Равной или Камсой. Господь имеет много помощников, которые вполне могут справиться с уничтожением демонов. Но сам Господь не сходит на землю во имя умиротворения своих истинных акт, покой которых всегда нарушают демоны. Демоны постоянно беспокоят акт, даже если их, даже если они их родственники. Хотя Прохлада Махарадж был сыном Хирании Кашибум, он подвергался гонениям со стороны своего отца. И хотя Деваки, мать Кришны, была сестрой Камсы, она и ее Бушвасудева терпели от него преследование только по той причине, что у них должен был родиться Кришна. Таким образом, Господь Кришна появился скорее ради того, чтобы спасти Деваки, чем чтобы убить Камсу. Но выполнил Он и то, и другое одновременно. Поэтому здесь говорится, что Господь появляется в различных воплощениях во имя спасения Бах и уничтожения злодеев-демонов. В Читане Читамбе Тимадхе 20.263.264 Кришна Даса Кавираджа дает определение аватары или инкарнации. Аватар или инкарнация Господа не сходит из Царства Господа для того, чтобы воплотиться в материю. И определенная форма Божественной Личности, которая не сходит на Землю таким образом, называется аватары или инкарнации. Такие инкарнации существуют в Духовном мире, в Царстве Господа. Когда же они не сходят в материальный мир, они называются аватары. Существуют различные виды аватар, такие как Пурш-аватары, Гун-аватары, Ил-аватары, Шахты-авейши-аватары, Ман-мандары-аватары и Юга-аватары. Все они появляются в определенное для них время повсюду во Вселенной. Но Господь Кришна есть изначальный Господь, источник всех аватар. Господь Шри Кришна спускается на Землю ради умиротворения своих чистых пхат, жаждущих увидеть Его Божественные игры и развлечения в апрельдамы. Итак, главная цель аватар Кришны – удовлетворение истинных пхат Его. Господь говорит, что Он появляется в каждую эпоху. Это означает, что Он появляется также и в Кали-Югу. Как утверждается в Шримад Багаватам, инкарнацией Господа в Кали-Югу является Господь Чайтани Махапрабху, который основал движение Санкирдана – совместное воспевание святых имен и распространил сознание Кришны по всей Индии. Он предсказал, что это движение Санкирданы разойдется по всему миру и будет шествовать из города в город, из селения в селение. Господь Чайтани, будучи воплощением Кришны, Верховной Божественной Личности, косвенно описывается в самых сокровенных местах шахта, таких как Упанишады, Махапхарада, Багавата. Бхар, Господа Кришны, очень привлекает движение Санкирданы Господа Чайтани. Эта аватара не убивает злодеев, но наоборот спасает их, благодаря беспричинной милости Господу. Паритраная садгунам, винашая чадушкритам, гармасам тхапанатхая, самбавами юге-юге. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века-две. Памагян, Димиран, Дхаси, Агян, Анжана, Садг, Ячак, Шуром, Мелитам, Яна, Таисмай, Шри Груве, Намаха. Намам, Ом, Вишну, Бадай, Кришна, Пристое, Бхутале, Шримати, Нира, Анжана, Слави, Динамине, Анях, Дапра, Ясена, Брабхупадаси, Туштай, Санкирдана, Брабхридятам, Крияте, Гураве, Намаха. Яси Кришна, Чайтанья, Прабхуниянанда, Шрелаквайдаградгара, Шрила Сривога, Бхарта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Дама Рама, Хари Раим. Итак, в этом стихе Кришна, в предыдущем стихе, в этом стихе Кришна объясняет Арджуни свой приход, причину своего прихода и цель своего прихода. Первое. Не нужно думать, что Кришна приходит только по одной причине, когда религия приходит в упаду. Кришна на самом деле приходит в большей степени для того, чтобы удовлетворить своих чистых преданных, чтобы они могли наслаждаться Его лилами. Кришна говорит, что Он является пленником своих чистых преданных, и все Его игры на самом деле, это как служение своим чистым преданным, Он тоже на самом деле служит. Говорится, что в духовном мире, в мире абсолютно нет разницы между Господином и Слугой. Господин служит своему слуге и слуга служит своему Господину. Происходит такой вечный, взаимный процесс взаимонаслаждения. Живые существа наслаждают Кришну, а Кришна за это наслаждает живых существ. И постоянно идет этот вечный взаимообмен, взаимонаслаждение. И суть духовного бытия в том, что вы не можете наслаждаться, если это не происходит по-настоящему. Вот любой пример, возьмите в жизни, если вы чем-то наслаждаетесь постоянно, то в итоге происходит такой фактор пресыщения. И вы уже не наслаждаетесь. Вы уже начинаете исполнять какие-то обязанности. Поэтому фактор нарастания наслаждения, то есть увеличения наслаждения, это очень важный философский аспект духовной жизни. Если это не нарастает, то нельзя назвать это наслаждением. Это называется временное наслаждение, то есть какое-то короткое мгновение. Но в духовном бытии происходит вечное взаимонаслаждение. И когда мы воспринимаем что-то здесь в материальном мире, то мы сразу готовимся к временному наслаждению. Вот приехал гуру, ой какой экстаз. Вот мы там что-то услышали, ой какой был экстаз. Мы постоянно говорим, какой был экстаз. И все в преданном служении чувствуют, как если мы не продвигаемся, то есть если что-то не увеличивается, то это наслаждение, оно скоротечет. Но даже здесь, в духовной жизни, в своей земной духовной жизни, мы наблюдаем эти отрезки, то есть эти цикличности такие. То есть много ли мы испытываем, кстати, где-то на киртоне почувствовали вдруг себя преданным. Где-то во время лекции что-то такое поняли, и вдруг нас просветлило. И мы думаем, вот какой нектар. Ну часа два мы ходим под влиянием этого ощущения. После какой-то лекции, после какого-то киртона, от общения с какой-то личностью, на следующий день мы уже чувствуем спад. И это нас пугает. И когда нас это пугает, мы начинаем изнутри себя подгонять. Мы начинаем память. Мы начинаем память включать, чтобы вспомнить, какой был нектар. Это так, как люди, вот какой-то старый шипонер носит, или какие-то старые костюмы. Они пытаются свою память связать с тем нектаром, который был в этом костюме. Или тот нектар, который связан с этим шкафом. Какую-то фотографию. Люди хотят продеть свое наслаждение. Но не могут, поскольку это искусственно. Они не испытывают изнутри этого наслаждения. Поэтому кто-то вспоминает о своей любви, какой-то первой детской любви. Кто-то вспоминает о том, как было здорово где-то на выпускном вечере. Кто-то на каком-то концерте, какое-то кино. Но все понимают, что для того, чтобы наслаждаться этим, уже во второй раз нужно совершать определенные усилия. И эти усилия не дают того наслаждения, которое было в первый раз. Вот если вы разберете это, вы поймете, что дважды мы не можем наслаждаться этим и тем же. Это приедается. Мы видим много храмов, которые постоянно приезжают в Махараджи, и уже такого экстаза никто не испытывает. Когда вот сейчас вы наверняка в Красноярске заметили. Несколько подряд он так, раз, и уже каждый раз так. Уже неудобно. Почему? И лишь мы в памяти себя заставляем наслаждаться. Ну это же гуру. Ну это же чистый шалфри говорят, звезды говорят, руины говорят. Все говорят. Мы начинаем себя заставлять наслаждаться. Ну как можно вести речь о каком-то наслаждении, когда это вынуждено. Когда вы заставляете, ну-ка, наслаждайся. Как бы вы ни пытались это делать, это невозможно. Почему? Потому что нету той платформы, то есть нету той квалификации, которая бы позволила наслаждаться обычными, казалось бы, с материальной точки зрения, атрибутами преданного служения. Джаба-медитация, Брана-му-курта, предложение арати, цветы, изображение Кришны, тилака на лице, смотреть на лысые головы с шикой, шапран. Это не вызывает наслаждения. Почему? Нету квалификации. Нету определенной чистоты. Поэтому люди постоянно вынуждены, вынуждены заставлять себя, испытывать нектар. Иначе у них внутри приходит сознание глупости. То есть они начинают думать, о, боже мой, они ошибся ли я. Они обманли это. И когда человек уже очень многое сделал из привязанности к результатам своей деятельности, он боится потерпеть фиаско. То есть он боится разочаровываться. Самое страшное это разочарование. Потому что разочарование это и есть определенная тонкая форма страданий, которая переходит в остальные грубые виды страданий. Смотрите, как только вы разочаровались в Кришне, как у вас тут же усиливается фактор вожделения. Как только мы разочаровались в материальном мире, как у нас усиливается фактор отрешенности. Смотрите, как все одно проистекает, переходит в другое. таким образом эти аспекты разочарованности они пугают нас очень боимся разочароваться поэтому мы гоняемся за жарими темами мы хотим точно убедиться что нас здесь не обманули этот процесс а испытания у всех разных одни очень долго разбираются пару жизни не хватает и они постоянно почему-то что это что как откуда вы знаете что это откуда вы знаете что это личность достойно такого внимания вот мы вот он обидели ну да вот видели те кто видел и так люди погружаются в определенные умственные спекуляции пытаясь понять это эмпирическим путем то есть это страх разочарование другие очень быстро как у вас говорит по простоте душевной или по склонности принимать авторитетов то есть они говорят да этот человек умнее меня по крайней мере он обучался мы не учились в университетах кстати так некоторые говорят они склонны принять то что принимают авторитет их понимать у каждого есть свой критерий авторитет у всех из вас есть свой критерий авторитет есть критерий чем пропады есть критерий других а чарик вайшнава но эти критерии могут совмещаться то есть быть едиными и также они имеют определенную разнообразие различия в материальном отношении мы всегда видим различие этих критерий всегда мы видим различие то есть преданный он видит различие даже вот слышит одну и ту же историю от каких-то вайшнав и он видит как эти истории отличаются то есть по сути еще нету духовной платформы духовная платформа это суть суть называется сика суть когда вы можете видеть суть или как говорится истина там вид хипа не брать и на паре прочтене с его я упадыш ленте геннаги не не старт подачина то есть истину если вы не можете видеть истину потому что не понимаете по сути что происходит тогда весь процесс становится одним большим надуманным экстазом именно поэтому шрила санатного с вами в нектаре наставление пишет что предное служение это ненадуманный экстаз и не сентиментальность что означает ненадуманный экстаз вот о чем я начал говорить когда мы себя пытаемся обратить в этот экстаз то есть экстаза то нету но мы обращаем себя в этот экстаз и бритхо махараджа шриман бхагавата мустами бритхо махараджа говорится что это состояние знакомо лишь тем кто его испытал и он только может понять что это такое вообще до тех пор пока человек не испытал этих ощущений ему сложно понять что испытывают все вайшнамы которые действуют вот на такой платформе почему они стремятся к этому как они могут ради этого отказаться от этих материальных благ и человек не испытавший этого вкуса сохраняющий вкус их материальным видом наслаждения он что не доверяет он не верит что кто-то может наслаждаться чем-то другим кроме как материального и он постоянно ищет что он говорит шатри это те кто наслаждаются властью браманы это те кто наслаждаются славой и почести байщики те кто наслаждаются деньгами а шудры это те кто наслаждаются просто едой там заукупляются и обороняются больше ничем потому что этот человек не испытал этого ощущения поэтому для него браманы это все это кстати зазнайки шатри властолюбцы которые желают управлять потому что и для такого человека все положение какой-то людей социальная структура которая говорит кришна что я сам толку это лишь топ к расширенным чувственным наслаждением это есть платформа материалисты который не ощутил еще ни разу жизни духовного наслаждения почему пропад везде говорит вспомните библию да а христос он нигде не говорит о знании о чем так он говорит я и также пропады в этом стихе напишет человек может быть необразован у него может быть абсолютно простолюдимый модель но если он находится в сознании кришны он выше всех остальных и в тот же момент человек может быть очень образован иметь очень свет и изысканные маневры но не обладает созданием кришны он тушь крита негодяй тема почему потому что он не доверяет этим вещам он не понимает и весь его критерий поскольку он не принимает глубоко в сердце он не испытал этого удовлетворения почему потому что не принимает авторитет шахты и не принимает авторитет гуру усадку почему он не принимает страхи перед разочарованием страхи перед физическими неудобствами и кришна по глупите полностью объясняет отчего это происходит нерешительность многолетний спон того кто не может не предаться многолетний страх того кто нерешительный не верит в это преданное служение дальше он говорит тот кто не исполняет своих обязанностей и страх перед физическими неудобствами и так он определяет этот критерий этих личностей которые не могут испытывать духовного блаженства в силу своих разновидностей различных привязанностей как чувственных привязанностей как шестым чувством является ум то есть ментальные привязанности интеллектуальные привязанности и так это право это бакты то есть преданные материалисты которые выдают себя за преданных но на самом деле еще ничего не поняли в преданном служении они не знают что они постоянно находятся в любом настроении эмоции то есть если когда-нибудь совпадает что-то с их представлениями в духовной жизни они счастливы но когда что-то не совпадает с их представлениями они очень сильно страдают и разочаровываются и так видя во всем лишь концепцию материальности человек не может оценить служение других человек не может увидеть что кто-то может на самом деле быть привязан кришне отрешен и он на самом деле полностью все судит что по образованности и по манерам поведения новая шнавский этикет он не связан с манерами которые мы говорим вот так группа говорит а вайшнав это настоящий джентльмен если вы даже будете настоящим джентльменом в том материальном смысле то вы не поймете вайшнавский этикет также и здесь говорит чтобы освободить своих предок от чего заводить о чем лично пропадает пишет ясно в комментариях внимательно слушать умеете слушать шрам это самое важное все начинается шрама если вы внимательно слушали то вы можете внимательно повторить если вы внимательно повторите вы можете помнить если вы помните все всегда помнить кришну никогда не забывать но мы можем забыть кришну прямо во время процесса во время повторения джава во время киртана не помнить кришну этим мы отличаемся от тех людей которые живут хам а в этим отличаемся от индусов от ноги именно этим что мы не помним кришну даже во время исполнения обязанности перед пишем это удивительное качество очень этим этим очень сильно отличается поэтому куба говорит что две категории одни испытывают постоянное пометование кришну поэтому они могут не исполнять какие-то принципы вторые они обязаны исполнять все строго регулирующие принципы санта на всех парандой не могут помнить это есть правды на только которые не могут помнить во время исполнения и еще плюс того что они предпринят сохраняют материальные представления о деятельности искон материальные представления деятельности широкопады они могут представить все чистос материальной точки зрения если очень много таких точек что швы права действовал из желания вот прославить из своих книгах везде написал а че-бак тебе надо с вами группа везде хотел чтобы читали его книги у многих есть такое представление чем пропадать и свое положение выделил чтобы прославиться или что-то еще это душ крита то есть негодяи они всегда так думают что кто-то действует что вайшнама приходит для того чтобы действовать из каких-то материальных желаний но на самом деле вайшнама приходит оценить оценить милость кришны оценить милость господа чтобы разрядить милость господа человек должен ощутить сп whites что то есть он должен осознать полностью что вашей личности пока человек не понял что он башge чтобы шpas он не сможет оценить все это grupo братному бульту что-то вот ни одно ни одно ни один отрибут при этом уже не будет оценить правильно потому что человек будет думать что достойно я достоин лучшего гуру я достоин лучшего обращения достоин более лучших взаимоотношения достоин более высокого положения и так много всяких желаний живого существа поэтому пропады описывает описывает здесь комментарий что предный на самом деле хочет освободиться от этой разлуки он хочет кришна хочет освободить своих преданных от сомнений какие же сомнения что они недостойные личности кришна хочет их освободить от этого представления себе как а сам патч а сам не достоин что чем возвышен его и снова тем больше он осознает насколько он падшая личность вот откуда такой этикет вот откуда такое желание выказывать почтение другим без желания чтобы показывали почтение тебе вот откуда бачна настолько смиренный настолько благонравны все прощения он только на пьют по праву подставлять левую кто он такой он говорит это мало меня на убийце я такая личность что эти люди даже руки обменяем мораль вообще он свою ладонь ударит как кришна вам сказал ты свои стопы случайно повредил знаете эту историю кришна показывает этот пример в а с байшнанского монастерей он говорит не повредил ли ты свои стопы когда меня ты боже мой твои стопы теперь проблема когда пьют он говорит боже мой ты в ладони своей причине что мальчика я так обеспокоен что ты мое тело причинять и ты даже не можешь стукнуть меня чтобы наслаждаться ты стукаешь и у тебя горит ладонь прости меня прости меня этого настроения вайшнава потому что кришна такого кришна боится причинять беспокойство и то что мы испытываем какие-то беспокойства это лишь причина зависти причина нежелания действовать в сознании кришны поэтому его наказание это лишь наказание которое проистекает из неправильных представлений живого существа и живой что воспринимает как наказание как наказание кnadзо воспринимает что-то здесь материальную овост о мыделе как отец который доказывает ребенка и в этот момент ребенка если вы будете убеждать когда особая его склада не можем они не кто из нас даже не может понять тот момент когда раз показывает что сегодня как устроен человек как устроил ложное когда вы ребенка наказываете в этот момент вы не можете сказать ну как ты чувствуешь как мы тебя любим он уверен в этот момент что вы причиняете ему беспокойство и он осуждает вас вас позиции критерия взрослого человека кто-то со стороны взрослый такой человек который имеет квалификацию имеет определенное сознание он говорит он так любит своего сына всегда контролирует его всегда ему наказывать где не надо он такой воспитывать столько времени ему уделяет он не жалеет плетку потому что борется потерять детку из позиции квалифицированного человека это очень благоприятно поэтому когда есть определенная квалификация мы можем видеть для чего кришна создал четыре уклада человеческого общества и также в него включены преданные которые не зависят от этих укладов вне уклада находится находится в сознании кришна и как сознание кришна эти уклады помогают продвигаться человеку постепенно положению преданного но материалист всегда рассматривает эти положения с позиции того кто кому сколько чувственных наслаждений теперь на этом в этом положении сколько я смогу украсть сколько я смогу за негодяйничать в этом положении это есть концепция практики то есть материалистичных представлений вожделений и любое писание которое не связано с трансцендентной наукой она на самом деле преследует только эти цели только эти цели поэтому когда преды читают эту всю галимонтингу при этом психологии корней никогда не нужно забывать что вся эта литература описывает людей которые целью своего произведения своих трудов не ставили осознать книжку а только наиболее лучше комфортно приспособиться к материалу выжить а значит просто продлить свои материальные и когда мы читаем мы можем потреблять тонко потреблять это все и у нас тоже развивается я видел и люди которые начитавшись корнегиды они даже не замечаются что у них начинаются проблемы да они очень здорово начинают него улыбаться кланяться они просто превращаются таких же негодяев как тушь крита то есть они используют только лишь для собственного благополучия чтобы достигнуть каких-то своих материальных целей материальных желаний вот почему кришна говорит в этом стихе я прихожу чтобы удовлетворить своих чистых предок чтобы они могли насладиться моими делами я вместе с ними хочу насладиться это как результат их преданности я перед 1 разыгрываю людей и они могут не уходите могут быть участниками могут быть современниками этих игр то есть это моя особая мы освободить их от этих представлений что они такие не Pop去 что они какие недостойные они достойные я приходит я для того чтобы показать так они достойны того чтобы находиться в моем обществе и наслаждаться вечными играми поскольку именно они являются вдохновителями этих игр и автоматически наказать злодеев то есть продемонстрировать этим злодеям что все не так, что они ошиблись и вот эта история допустим Брахмана Судама как там как он показал Кришна на примере Судама что все они на самом деле при всех своих качествах здесь материальные всегда в проигрыше остаются всегда они остаются в проигрыше и что значит наказание они сокрушаются они во всем разочарованы к тому, к чему они стремились к знаниям, к освобождению Кришна показывает все, как делали большая сплошная глупость и они полностью разочарованы в чем наказание, как вы думаете что такое наказание это разочаровать когда человека даже расстреливали как вы думаете, он разочаровывал что мы его расстреливали сам факт смерти не так страшно вот это разочарование это все в пустую что тебя поймали поэтому Кришна говорит из всех видов вот это зря и где он меня отказали поэтому все эти шлоки знания многих шлок и все остальное чтение книг с умным видом и пытаться их так здесь в умное настроение эклектика насадывать по своему усмотрению и кто-то восхищается аплодирует это еще не значит сознавать лишь вы можете знать просто суть несколько вещей это будет достаточно чтобы вдохновить людей по всему миру поэтому пропадать если вы поняли суть то вы можете если вы не поняли сами эту суть то вам сложно даже имеет тысячи тысячи манер тысячи всяких знаний вы не можете ее передать поскольку сути не не принимает кришну как серьезно что все что кришна говорит и делает является абсолютно что это есть план для живого существа и делались только в этих определенных желаниях мотивы поэтому кришна говорит я прихожу чтобы разрушить мотивы этих людей чтобы они начинали эти злодеи обредны и бухтархновились я прихожу их освободить от этих сомнений они иногда думают они зря ли все то ли это дерево те или плоды правильнее поступает что отказываемся от этого не потеряли что-то очень важное вот мы давеча слышали про одного бывшего гуру вот мы давеча слышали про одного сам яс вот мы давеча слышали про одного предта то есть они постоянно в испуге на этот раз разочарование страх того что что-то зря сделано обман поэтому есть очень много стихов когда байшнаны молит кришну разрушить и под этим смей сомнений когда все проникают смеет смеет сомнений и кришна испытывает своих предок он на самом деле устраивает так что чтобы предный были по 37 чем есть такая такой стих читать очевидно где говорится что после ухода от вайта очаре по воле проведения его последователи разделились на две партии одни строго стали следовать а давайте а другие искать тоже его заменит группа да говорит там а и там в этом стихе говорится так господь отделил рис от шелухи так господь отделил рис от шелухи то есть определенное потрясение определенное какое-то событие такое оно связано с тем чтобы на самом деле отделить рис от шелухи и очень много таких событий вот допустим вся бога это смертел у нас и в читании чередавности этот пример кришна рада даже с вами пишет насчет предан последователя двое дача разделились на две партии так была делена шелуха от риса и заделил отделена шелухи или шелуха от риса не нужно ненужные были убраны сторону для того чтобы все-таки стать этим рисом который можно будет предложить кришне они еще не дозрели так не созрели шелуха то есть бесполезность но все они были последовательными а два и тача поэтому богу это на самом деле проникнута очень глубоким смыслом то есть азбука духовной жизни где даются все рекомендации все на самом деле ответы на все вопросы но зависит лишь от того каков наш взгляд как мы смотрим какими глазами поэтому кризис омагиан вот здесь самое начало бакал-гиты описывается это манта омагиан дебиран гостя геран джеданши лыгар чак шумы лидом геннат айсмай шри буря венвага шри чейтан ниману бичтан забитам ядам бутали своя группа подкадан тмарьям дадат и свападан дикам я был рожден во тьме невежества но мой духовный учитель открыл мне глаза и рассеялся в лучом здании я склоняюсь перед ним глубоком почтении когда же шива руку госвами правку пады принявшими себя в этом материальном мире миссию господа читали чтобы выполнить его желание так не приют у своих водостных столб то есть каков подход по велосипеде каков подход шахман или к тем или иным событиям нашей жизни если мы подходим чисто с эмоциональной точки зрения какие-то обид предрассудительности каких-то определенных материальных желаний тот нам непонятен деле не дождаться но если мы очень терпеливы очень терпеливы мы понимаем что такое время место обстоятельства что кришна может по-разному испытывать лишь на никому не дает вас гордиться кришна никому не даст заблудиться каждый получает разные виды условий разные формы условий которые позволяют живому существу так или иначе что уходит у сброса и вас себя либо своего сердца с ума с чудом откуда угодно сознание кришна миссия сознания кришна в этом предназначается сбросить эту шелуху с себя очень много не нужно у нас очень много не имеющий никакой ценности мы шелуху кришна не предлагаем никогда никогда вы видели чтобы допустим картофельные удачи очистки предлагали кришне вы видели что лимонные горки предлагали кришне почему но я видел как человеку которого не было ничего который сам питался лимонными горками он предлагал шелуху кришна говорит даже кору дерево даже могу предложить кору дерево вот об этом пишет пропады в этом комментарии что человек может быть просто людина но если у него есть преданность это кришне не могут быть никаких монет кришна примет его кришна тоже его при но даже если это было полцарта куда изумруд вам был предложен с какими-то желаниями материальными просто из гордости из каких-то других мотивов кришна не примет вот почему пропады и пишет что человек может не обладать вообще никаким образованием светскими манерами но будучи в сознании кришны он очень ценен и в другой же момент человек может обладать всем этим но не обладая сознанием пришли он бесполезен как шелуха и как это именно шелуха поэтому эти аспекты связанные с бхагавадгидой и вот эти стихи причины прихода кришна и какова деятельность кришна очень важный кришна приходит дать возможность наслаждаться своим предметом он сам наслаждается этим но он наслаждается этим в окружении своих предметов кришна желаю чтобы мы оценили оценили каковы наши взаимоотношения как они цену поэтому вся бхагавадгита она полностью раскрывает оценку арджуны в этих взаимоотношениях каковы наши взаимоотношения с господом есть такой тест когда сдаем на инициацию каковы ваши отношения и там пишут ну вот наши взаимоотношения вечным то мы являемся вечными слугами кришна это формально то есть это теория теперь мы должны на самом деле оценить каковы наши взаимоотношения с кришном что мы на самом деле получаем что-то такое больше чем это шелуха который за которым можно внаться каким-то властью за почетями за каким-то ментальным совершенством или всю перейти и интеллектуальным превосходством или тут свое качество такого очень глубоко глубоко тонко понимающего скрытого человека или такого эстетически продвинутого просто не вмешивающегося и еще что-то то есть такое знаете если бы был философ диаген вот диаген он сидел в бочке отказался и просто она низком занимался вот есть такой и вот иногда преды от всего отказываться подвигом того что они отвечают на самом деле просто наслаждаются этим отказом от всего наслаждаются разными разновидностями секса им хорошо и ничего не надо и мы можем думать что они так продвинута так глубоко что-то воспринимают глубоко что-то видит что не такая причина чего-то нет они просто тихонько наслаждаются секса просто тихонечко наслаждаются разными разновидностями секс здесь очень вот диаген жил вообще обширен сидел в бочке доме дома даже не надо ничего все говорю и философский но потом все время его заходить находили за разным занятием зачем женщина когда он может так пусть зачем человек полностью черпать удовлетворение самов силы вот вот так понимал эти все вещи и вот мы тоже должны понимать эти ловушки ловушки нашего ума нашего менталитета и не выдавать себя заберите таких продвинутых идеологов вайшнамских когда они понимают этой сути потому что есть всегда критерий всегда есть специалисты которые очень быстро определить кто есть кто поэтому кришна приходит кришна уже знает изначально то есть кто он приходит что преды убедились свои все все расставить на свои места кришна приходит для того чтобы удовлетворить дать возможность спать его игр сейчас пропадает ищет вместе господочитание заключается в том чтобы и демон дать возможность ощутить этот никто то есть оценить не то что они всегда ценили хиран и каши будут отзываться золото женщины пласть какая-то сила мистика там все остальное желание стать богом а чтобы они оценили этот нектар преданности нектар преданности партия сам прито симху этот никто преданности чтобы они могли на самом деле вкусить этот нектар все нарастающего наслаждения вечного вы не можете вечно наслаждаться тем что не нарастает значит это должно постоянно вечному и стать потому что то что вы сейчас идите блюдо как вкусно через три минуты этого блюда заполняет вас и вы уже не испытываете выдели как есть голодный человек и как он есть через десять минут посмотри как он начнет и как он уже через десять минут он может наслаждаться так этой пищей как он начнет теперь вы понимаете почему многие преды а сначала такие все и тогда начинают надумывать но это же так вкусно им нужен кто-то чтобы был голод также ел тогда не только вдохновляются да нужен голодный поэтому ищет они голодным и смотрят когда придет голодный который ест это всегда как голодный обжора какой-нибудь которые так всегда и они ищут и они ищут этот экстаз потому что они не могут видеть как кто-то это просто ест потому что это уже там нет экстаз там слюна не текет когда вы так ходите на сарки когда вы кильтон поете даже голодный человек который так поет так читает книги так дает лекции так действует тогда только а так может действовать только тот кто имеет вкус кто-то оценил какие-то только получил это чувство если он получил это чувство тогда мы можем видеть как он шаг навсегда все делали при этом служить такая трансцендентная жадность как он рвется заслужением как вот так гирлянда знаете бросают почему приятно кидаются а какой-нибудь такой продвинутый что вы уже не можете чем наслаждаться я вас это просто цветы этого сам яси самое главное общение уже там начинаем самое главное общение потом вы говорите нет он заблуждается это было некорректно это было не правильно самое главное общение с кем-то потом вы говорите нет этот момент по моему тоже было не совсем правильно наверное я сам виноват и уходите чтобы разочарован никто не оценивать по достоинству поэтому когда человек приходит чтобы оценили его по достоинству он будет разочарован когда человек пришел когда он остается когда он продвигается чтобы меня здесь оценили и что я это делаю чтобы это все оценить хочу узнать всю ценность того что я делал из церкви дары поэтому магазин суббота они приходили чтобы оценить этот дальше читания маха проводят повторение джак что иначе джаба будет поставить что-то она меня не ценит моё повторение джаба что-то не ценит моё повторение я повторяю повторяю молюсь он пост пост почетного члена не дает мне ничего посту разрывается об учетами за этот пост голодая голодая и такого просто это вот такой вот такой вот и так у человека появляется очень много ментальных спекуляций так он постепенно разочаровывается все превращается в обыденность почему потому что он не получает ум и настроение он все время ждет оценки себя он не может поэтому оценить других не может поэтому всегда критически настроен или в лучшем случае он как этот диаген начинается ведь его в очке сидит то он делает и что так продвинутого такая тонкая аристократическая личность голубая кровь он даже не скандалит не ругается нет ничего он так потихоньку подсыпает подливает подбрасывает тихонечко пушка из кустов и даже не пушка пушка дано может просто не видно слышно очень громко а тут такое духовой оружием с глушителем то есть убийцы так сами пользуются глушителем что всегда все что-то надо из паттишка сделать то же самое что гроботом делается прикрещено так текст еще раз почитаем чтобы освободить праведников и уничтожить владелец а также восстановить религиозные принципы я сам спускаюсь на землю без века в веках жесткий вопрос и в более полугода занимаешься если чем-то делать есть так как ты говоришь что он просто смиренная личность он получит такое настроение когда ты говоришь это и есть настоящее смирение за счет так думал что он делает плохо что может что-то не так вроде стараются все это есть смирение даже и боязнь есть боязнь не удовлетворить уровень правильно исполнить миссию если определенные виды страхов пропада боялся не исполнить хотя было это имеется от альфа ничего не страшится как предок лишь но мощного есть страх страх не дотворить кришну страх не исполнить миссию пропаду говорю почему я же еще ничего не сказал короче я закончить человек понимаешь что он что-то не вспомнил какой-то указание поэтому когда в суть суть вопроса мы смотрим можем видеть эту суть так же как суть взаимоотношений другого учителя помнить судите на чем основана нашу преданность или это просто надуманная преданность которую мы просто еще очередной раз перед кем-то выставляем все убедились какими возвышенной личностью потому что мы хотим себя в первую очередь физически необычным человеком то есть все это слишком глубоко изображает что-то какой-то экстасскими подуманным все эти ощущения и результаты в этой новой деятельности как она сам описывает что если человек проповедует сознание кришни устраивает какие-то на ягоде то есть совместное воспринимание просто без желания что-либо получить взамен то сочетание махапрагу сам приходит в отношении и лично всегда посещает всегда лично поэтому люди очень сильно вдохновляться не получают но если в какой-то в каком-то в какой-то ягоде существует определенные нечистоты то мы попробуем просто как свидетель ничего еще не может быть так то есть сила вообще уменьшается и сила уменьшается и сила уменьшается поэтому мы следим за тем что происходит в нашей духовной жизни всегда следим насколько мы больше чувствуем привязанности к служению к премиямам насколько меньше у нас внутри остается желание наслаждаться насколько меньше у нас желание почести, власти, мистических сил насколько у нас меньше желание критиковать кого-то и вдруг появилось желание оценивать все для магика даже схожая ценность личности и вдруг мы начинаем чувствовать как он дорогой кришни это больше реализации а прак и табак, он только в секрете это премиям материалист то есть он материалист он увлечет в премиям он сохраняет все представления материальных поэтому он не оценивается никогда он не считает, что он всегда обижен что он не в то положении это прак и табак пропадает если это четко лишь по правилам кто такие прак и табак кто такие сахаджи есть единственная поскольку что дважды в одну реку не входит там как сущность химии почему же такие приятные в прошлом жизни дважды в одну реку не входит это имеется ввиду, что два раза ты пережить эту жизнь не сможешь как бы это не будет вот как у человека заново прожить не минает эту жизнь не сможешь я понимаю опять то есть потом мы уже сделаем это не правильно это дважды вначале понимаешь как бы мы ни пытались мы опять заново вот эту же жизнь не сможешь то есть если уже будет даже она опять то это уже другая жизнь а эту же самую а цифру вопроса мы не можем это уже платить никак поэтому говорить можно стараться набело делать потому что там исправлять очень сложно ну так в том смысле что опять вернуться и начать об этом отношении как говорится ображдает века жизнь ты сможешь прожить себя именно эту жизнь я не смогу не прожить ну и можно с какой-то точки отсчета начать эту новую жизнь на новую жизнь изменить свое сознание и на солнце если болезнь так это чароваться как то есть побуждает следом на более усмысильный свой служебный нормальный да смей это абсолютно не боясь разочароваться в преданном служении побуждает больше я не думаю что вопрос так более правильно построен потому что боязнь разочароваться в преданном служении мы разочарованы только тогда когда мы делаем убрать понимаете поэтому кришну многие поклоняются но делают это неправильным образом поэтому результаты деятельности именно поэтому они неправильно делают поэтому они разочаров хотели это получили получить что-то какой-то песенки делать хотел грозу получил сделать грозу получил козу предок служить хотел нектар еще 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 но еще но это только Это только вследствие неправильного исполнения предотвращения. Есть перечисления. В «Утаре предотвращения» все урок уже с вами, вот если вам разведение нас, «Мартир Ассамблита Синько» написывает причины того, что человек сходит в эти предотвращения. Первая причина – это, конечно, скорбие. Первая причина. Все остальное. Потом совокупность, если хочешь. Но начинается все с того. Поэтому мы должны постараться. Должны, что значит «должны»? До каждого живого существа, сколько уже теперь что-то. Но если можешь занять здесь, то мы должны разобраться. Мы так или иначе попадаем в ловушки. Желание материальное, всего остального. Но мы можем быстрее из них подходить, если мы правильно, правильно действуем. По правилам действуем. «Гуру», «Шастра» и «Садха». «Гуру» есть также глубина понимания, что такое «Гуру». Кто такой «Гуру»? Вот тут права. Проплаты везде пишут. Что тот, кто точно в соответствии передает все то, что сказал мой «Гуру», тот считается «Гуру». «Гуру». Ну и там качество «Гуру», куда контролируют генет, язык, гениталии, там, да. Ну и так. Если… Пока… Ну что такое с мамой? Контролируют, да. Пока у человека… Вот вы заметили, что даже получая программу, мы пишем, когда нужно отвергнуть духом. Вы не заметили, что пропадать везде? Степ неохида ввел. То есть вроде такой «Брай», тогда вдруг что-то оскверняется там. Когда надо отвергнуть духом. Кто писал? Ты 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 писал? И когда же надо ввергнуть? Куда он следует? Наставление, то есть… А когда он не следует? С рождением? Или как? После того, что он уже не был и не был. То есть вопрос, когда нужно отвергнуть духом. То есть он уже был духовным учителем, уже занимал пост духовным учителем. И все-таки какой-то… Пишет пропада, страхует нас. Пропада такую любовь к нам испытывает. Он нас страхует даже от этого. Но люди, глубоко не понимающие взаимоотношения ученика с духовным учителем, они просто фанатично начинают действовать. Как фанатик. И они не выполняют указания группа. Попада говорит, всегда… Это слепое повиновение, нигде никто не практикует. Попада везде в своих лекциях говорит. Мы не поклоняемся слепо. Слепо – это значит беззнание. Фанатично. Мы поклоняемся из философского понимания данной темы, данного движения, данных действий. Философский. Я понимаю, если философский, я действую. Не понимаю, я не могу сказать, нет, я не буду действовать. Я не понимаю, почему это может действовать. Мне нужны какие-то доводы, примеры. То есть, если мне доводы, примеры говорят… О, я понял, я действую. Это называется не слепой. Попада говорит, мы не слепцы. Он океан генеральный расяк. У нас есть огонь знаний, значит, мы не слепые. Мы смотрим вещи, видим, какие они есть. Слепой ему хоть огонь, хоть что давать. Хоть что давать. Понимаете? Хоть прожектор там. Он слепой. Ему хоть… Ему вообще… Он только от этого тепло. По теплу может идти. Но видеть вещи таким он не может. Он может только слушать от кого-то. Поэтому это тоже нужно понимать, что такое положение в духовном числе. Почему говорится, что байшнава никогда не падает? Что байшнава на самом деле никогда не падает? Никогда. Почему говорится, что гуру никогда не падает? Гуру никогда не падает. Гуру никогда не падает тоже на самом деле. Все это связано с глубоким пониманием того, что вы думаете, что такое гуру. Кто такой гуру? говорится у один на самом деле он распространяет себя во множество форм и пропады сам как получил пока вы стоите получил как вы вышли получав все это место освобождено другой но это не означает что этот луч как-то каким-то образом свернется все остается точно так пропады приводит также пример с медным проводком говорит когда вы ставите в цепь по нему идет ток когда вы вытаскиваете сам по себе он идет он проводник тока но когда он уже не в цепи сам в этом проводке в общем-то большой ценности вы можете вы сохраните на память в цепи поэтому все цепи ученической преемственности и мы говорим у арджуны нарушилась цепь ученической приема почему кришна ему благоприятие наше собрадание масло приходит хануман и восстанавливает нашу цепь тоже начинается и он приходит восстанавливать масло чарик арджуна цепь его нарушилась и кришна приходит восстановить цепь собрадает цель как она нарушается кто-то отклонился и кого-то уже не надо принимать очень хорошо понимать они просто как сентиментальные идиоты как действовать или какие-то фанатики так должны быть пропады не хотела не парать а что и выбором он должен разобраться разобраться не делает скоропалительных выводов он понимает что есть время есть место есть обстоятельства сам понимать что искала время все поставить так так а что кришна в своей тонкой форме войти время чтобы мы ощутили время что все движимая нахты результата немедленного результата желание немедленных плодов и чтобы иногда вытащить из сердца лично дает нам ощутить этот аспект время ждать ждать а говорится человек который материал не может ждать он не может выжидать поэтому говорится мгновенно быстро поэтому он разочаровывается вот говорится что что и а и и и и и чтобы у него была еще одна возможность получить вкус. То есть мы должны как бы стремиться быстрее получить вкус, что он стал невротимым. Но в «Десятой Крестнике» живут из тех, что даже тот, кто продолжая страдать в этом океане, он просто склоняется, он просто продолжает страдать после слабого Господа, и искать только ныне единственной предыдущей полагации, хватит только на его умной. Это и есть терпение. Распект терпения. И вот так это сочетается с тем, что желание получить вкус. Если у тебя нет вкуса, ты не можешь ничего терпеть. Невозможно терпеть этого. Должна быть вера. Вера. А вера, она связана с каким-то, с определенным пониманием вкуса. Если есть вера, тогда вы можете что-то раздеть. Если нет веры, так вы можете. Вера, она как отличный вкус. Нет, вера с вкусом невыше совместима. Представь, что ты веришь, что яд приносит смерть. Ну, у тебя есть вкус яд. А? Видишь? Ну, вера есть, что я от смерти. Поэтому, чтобы служить Кришне, нужно иметь, помимо веры, нужно. Эта вера подразумевает еще вкус какой-то. Потому что ты веришь. Поэтому ты туда идешь. Так вот. То есть, наличие вкуса, которого ты всегда нужен. Почему ты не придешь туда? У тебя есть вкус и наслаждение. Так вот. Войду ты терпишь. То есть, отказываешься от краткого времени наслаждения ради высшего наслаждения. Вкус и наслаждение есть. У всех у нас есть вкус и наслаждение. Этим объединены все живуты, в общем-то даже черепы расслабляют. Они хотят наслаждаться, но определенным видом, определенным образом, определенной формы наслаждения. Но все мы стремимся наслаждаться. И поэтому вера такая тоже. В то, что принесет нам больше наслаждения. Да? Понятно? А вкуса? Ну-ка. Ну, то есть, вкуса. То есть, чтобы продолжать время, нужна эта вера. Да. Вкус и наслаждение. 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 В материальном. Вкус и наслаждение. Вкус и наслаждение. И теперь вот я сказал, что. А есть еще и духовное наслаждение. Оно еще более вкуснее, чем материальное. Просто надо отказаться от материального. И когда получишь духовное. Значит, ты тот же самый вкус направляешь туда. В ту другую. Тот же самый вкус. Пусть всегда есть. Вкус всегда необходим. Все. Все очень. Все очень. А что первое появляется? Вера и без знаний у человека. Вера и без знаний. Вертва. Мы не можем назвать с позиции науки. Вера и без знаний пустая. Пустой фанатизм. Мы не сенсиментально. Вот вы говорите. Почему я сказал? Верить, что это не так. Просто вы еще ничего не знаете. Поэтому. Вера вошла. Это еще сенсиментальность. И фанатизм. Мы должны знать по этому праву. Он разбирается. Так ли это все? Не разбирается. А не так будет, что он это критериально. То есть суть. Должны понять суть какую-то. Поэтому. А суть это значит истина. Суть всего. Я есть суть вверх. Кришна говорит. Суть это значит истина. Истинные вещи. То есть мы должны использовать знания гиана, которые приводят к гиане. Гиан. Мы распространяем гиан. Обязательно. Что без гиана кто может поверить в уши. Как вы можете узнать о каких-то лекарствах. Если вам не объяснят как они действуют. Как вы можете начать их употреблять. Представь. Ты можешь? Прийти в аптеку и сказать. Дайте мне вот лекарства. Тебе раздают лекарства. А ты не знаешь от чего как-то. Будешь ли его пить? Лекарства ли я дышать? Нет. Ты же знаешь. Что тебе сказать? И на самом деле. Нужно ли тебе? Поэтому гиана знание везде стоит впереди. Знание. Поэтому говорится о мадьян и миран на ся. Знание нужно. Знание нужно. Первое. И как следствие знанию вера появляется. А как следствие вера появляются дети. И так это из трех этапов состоит. Знание. Перерастающее веру. И вера и спасивные переходят в деятельные. Поэтому есть гиана и есть ви-гьяна. Гиана приводит. Любая гиана, которая не приводит к ви-гьяне, должна быть ви-гьяна. Какой смысл? Если она не привела к действию. Какой смысл это гиане? Если ты говоришь, говоришь, что никто не делает. Пусть будет. Поэтому мы должны гиану. Парам яна это значит трансцендентальное знание. Поэтому он говорит, зайдя на корабль трансцендентального знака, ты успешно грибаешься. Мы должны знать еще гиану. Какую гиану давать? Да. Ты, допустим, просто действуешь и появляешься гиану. Может быть? Ну, в общем-то можно. Просто подражать? Подражать нельзя. Подражать нельзя. Подражать нельзя. Между подражанием следует огромная пропасть. Подражать это вот носить усы, как у меня вот кольцо уносится. А следовать это действие так и хочу. Поэтому между этим и другом, когда ты подражаешь, усы отпустишь кольцо, и будешь таким тупым. А вот и все это чушь, надо, и не верю, что я. Ты думаешь, вот я лакомера. Так же, выгукал. Для чего ты получишь только одну проблему эту. Следовать, то есть каким-то определённым. Узнать, как там прижим. Я на чём угодно идти. Как, что указать, куда я черпаю. И пытаться так действовать. Это называется следовать. Поэтому мы следуем по стопам великих отчаяний. Мы следуем по стопам преданных. Так что мы не подражаем. Следуем. Если мы попросим к Т9, кто занимается, не относится к основным к юти формам преданного служения. Не можно ли, зачем это заниматься? Как это не относится? Просто ты не можешь, значит, следовать ни одной из девяти форм для этого служения. Поэтому кто-то тебе да просто под Кришну говорит. Если ты не можешь этого, то ты не можешь этого делать. Если ты вообще ничего не можешь. Вот так ты говоришь. Какое ты делаешь служение, которое не относится к девяти формам преданным? Какое назовем? Ну, примиренно, машина. Ну, это же по-другому сэр, по-другому сэр. То есть в служении. Даст его, даст его, даст его, служение. Как слуга. Слуга, даст его. Ты исполняешь, как он? Даст его. Назови мне что-то, что не относится. Ты можешь просто не до конца понимать, что у тебя было. Девять формам преданного служения. Ну, любого есть. Ну, только лет. Поэтому задавайте любые вопросы, которые вы не понимаете или не понимаете. Ты совершаешь преданное служение. Даст его. Выполняешь любое служение, которое начинает пропускать. При этом ты повторяешь жабу, успевание, кима, кима. При этом ты сейчас слушаешь, что это шрамы. Ты лепестки. Ты говоришь, буджа. Садись, ты смотри. Скажи мне, я на машине. Ты просто ездишь на машине. Куда едешь, Андрюха? Не знаю, ездишь. Ты же не просто ехать. Андрюха ехать. Куда там все? Садись. О, тут бумаги. А мани – это машина. О. А новая машина – это еще что-то. О. О. Что ты там думаешь? Что ты там думаешь? Кто знает? Я продвигаюсь. Я ютуб продвигаюсь. Стыками толчат. Если, допустим, это детник, да, который занимается, он не дает понимания. Ты не хочешь понимания, то это не дает. Просто я углубяюсь в твоей детнике. Мы можем так думать, что мы хочем. Вот как человек говорит, я хочу вам предаться. Я хочу вас принять авторитет. Но это было. Что такое? В чем проблема какая-то? Не хочешь? Мне ты бы понять не могу, если понять не хочу. Все есть уже для того, чтобы человек принял что-то, а он говорит, я вообще не могу. Как будто бы какая-то сила из меня не заставляет. Никакая. Как же может быть, сердце очень будет. Вожделение. Собственное. Наше собственное вожделение, протекающее из ложного реактора. Это же сцени себя с телом. Поэтому и говорит, я не знаю, что это первый шаг. И чем меньше человек в узаковом телесном концепте, значит, у него меньше ложного реактора. А что значит меньше ложного реактора? Он меньше стремится к материалам, к чувствам. Которые выражаются в желании. В семейной жизни, на оси, вот это. И что значит в желании? Это не то, что мы не хотим быть семейными. Нет. Мы не хотим делать это. Основой и сутью в своих детях. Это правильно. Это есть в юг, говоря, у нас есть семья. Но это не суть нашей деятельности. Семья лишь, это как один из механизмов проявить новое личное свидание и сознание Кришны сами. Это все в силе. Только суть Кришны. Понимаете? Так же, если ты на машине ездишь, ты говоришь, что за милость? Какая милость? Так как же рано общаются с людьми. В этом милость. Ну, знай мне это милость. Верный мир – это одни проблемы. То есть ты должен очень хорошо понимать, для чего ты попал суть. Понимаешь? Чтобы понять, для чего ты, что ты, как ты действуешь, мы должны очень хорошо знать, откуда должно проистекать знание. Понимаешь? Если ты пьешь из унитаза, так сказать, то, или там, допустим, что-то делаешь, в чайнике варишь там все суп. То есть есть какие-то вещи, которые тоже важны, ценны, они очищают. Но они могут быть предназначены для других вещей. Но когда ты что-то думаешь? О, какая разница, чайник тоже похож, так сказать, вот на этого. А унитаз там тоже вода. Если его хорошо помыть, можно суп наливать туда. То есть это такое вот. Надо точно знать, откуда что. Понимаешь? Вот есть авторитет, ты говоришь. Вот если авторитет сказал, я тебя принимаю. Но, как ты вчера, тоже авторитет. Ты должен очень хорошо знать, где кто. Понимаешь? Иначе ты будешь выбирать. О, мне вот это больше меня устраивает. Вот это указание. Пойду все не рад, ты вчера. Ой, а вчера мне такое сказал мне, по-моему, Володя. Володя уже такого не говорит, он говорит то, что у меня. Мне нравится. Понимаешь? Это не значит, что ты принимаешь. Ты знаешь, в чем суть-то? Или ты и Ильд Кришна. Или наши взаимоотношения. И мы так должны уже обучаемся. Это не то, что процесс, все, все сто процентов, должны в этой жизни идти Кришна. Сто процентов. Такого не бывает сто процентов. Хотя, было очень много историй. Это стагма. Но мы предоставляем свободу выбора. Всем. Хочешь берешь, не хочешь не берешь. И каждый должен быть задействован. Кришна говорит, не можешь это делать, не можешь это делать, не можешь это делать, не можешь это делать. Пять видов, он говорит. Или пять форумов. Работай для меня. и отказываться просто работая мукова и завод ходить это выплыв же папа пишет комментарий стоит ставка заводе и все свои зарплаты дают распознание сознание пришли истинный сам ясен стоит у танка на заводе и свою зарплату дают распознание истинный сам ясен в критерии футболка тоже одна, со мной все тоже возможности вскрылась окружающих мать то что я не знаю, что то я не знаю, что я знаю, что я знаю, что это будет Мы спрашиваем другого авторитета, если он не предупреждает, но так мы можем. Кого мы считаем авторитетом или является ли это личность авторитетом? Нужно быть подтверждено, что это личность авторитетом. Мы должны найти слова Шевропады, найти шанс, как говорится, правильно это еще представить. Это наука. Это научно. Мы не можем в одиночестве остаться сами со своими представлениями. Мы должны опираться на труды Ачарьев, на слова Буру, на его ачарьев. Спасибо. 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 Трудно, молодец, пробитый садхвам. Что значит очень трудно, молодец, пробитый садхвам? Ну, может так получиться, что где-то задерживаться, опять же его получать. А, задерживаться? Что значит стабильный садхвам? Вы должны знать, что такое слово садхвам. Правила, назначение, дисциплина или садхвам, это садхвам, которые готовы исполнить любое из людей. Это садхвам, это садхвам, это садхвам, это садхвам. Есть очень много. Каждый раз, на каждом этапе предный погружается. В каждую фразу, в каждое понятие, в каждое слово погружается. То есть разная глубина восприятия, что-то садхвам. А то на оранжий тоже садхвам. Ты не можешь перейдеть океан, и у тебя такое же утро, как там. Ты же не можешь встать. Поэтому садхвам может быть внутреннее, как это от тебя. Но если ты не встаешь, тогда ты, типа, здесь не можешь читать лекцию. То есть ты все будешь принимать по усадхвам, потому что надо ночь приходить, там, вы и лекции. Понимаешь? Ты живешь по внутренней садхвам, как он по Вринтамском времени. То ты приезжаешь куда-то в Красноярск, и говоришь, ну, сегодня лекция, а у них час ночи. Утренняя лекция. Баган. Потом утром ты говоришь, а сейчас источник читаем, и спать, и общаться. Садхвам тоже нет, да? Ты должен подстраиваться по старту на том месте, где ты находишься. Есть старта на определенный режим деятельности, в котором мы пытаемся здесь. Конечно, не опитов не стоит увлекать. Потому что они так не умеют, то есть ничего делать. Но суть в том, что какие-то есть определенные виды или формы деятельности, которые подразумевают. Вот есть люди на Махаты приходят, и очень поздно в 11-12 возвращаются. Я вот, допустим, приезжаю с культуры, я где-то в час, там, пол-2 вожусь. Понимаете? То есть это предподразумевает, что это необходимость, и это не используется как нарушение. Не включается как нарушение. Какова цель-то этих нарушений? Понимаешь? Если Кришна в итоге стоит подключать все эти правила, как Артона начал говорить, вот, Адхарма, вот, то, все. И Кришна, они относились, я тебя просто прошу об этом. Вот возьми все это и наруши. Я тебя прошу. Ради моего удовлетворения, потому что я тебя уже прошу это сделать. Он говорит, ты что, это же не по садхане. Аршуна, я тебя просто прошу, пожалуйста. Нарушь садханку. Нет! Потом как я буду продвигаться? Вот так. Ну как, мало ли еще. Медитация прервется. Нет, я не могу, конечно. Ты что, понимаешь? Ну, это трудно. Это трудно. На самом деле это очень трудно. Попадок его надо поменьше в мире интеллект. Почему это трудно? Ты сам свел все в этой детстве. Ты со своей дневной сооружения построил. Ты на желании ездить на машине? Это твое желание. И ты изначально сейчас начнешь ковыряться, вспоминать. У тебя будет такой тяга. Ездить на машину. Ущерб темно. Ты сам построил свой телефон. Потому что если бы что-то было, так давно спуталось. Но тебя устраивает. Все. А потом, когда проблемы начались, яд попер. Вот тогда ты начал бить в колоколах, но это очень тихо. Так и все. Мы должны знать, куда мы пришли, зачем мы пришли, что здесь делали. Если мы этого не знаем, нам сложно. Здесь очень сложно. Здесь, когда ты не знаешь, зачем ты с удовольствием. Что за организация? Как в больницу будете. А когда танцы начнешь? Какие танцы? А как? Здесь оптимедическое отделение. Здесь все без баллов. Я говорю, да. У, блин, я что здесь полгода лежу-то? Да, а где лежите? Ну, там вот, в подвале. А чего там лежите? Не знаю, думал. В больнице будет полежать. Не так лежать в больницу. Знаешь, куда чего значили? Просто какой-то, иначе это просто будет самостоятельно. А, значит, зачем он куда пришел? Почему? Что он делает? Какова его цель? Вы должны знать, что она надо. Ты пришел туда наслаждаться? Не наслаждать? У тебя есть машина, ты гайка, груди, счастливый. Там четверку купил. Ты в восторге. Вся твоя жизнь ты была в гайках. А вот ты приносишь какую-то определенную пользу. Даже то, что ты задаешь мне такие вопросы, ты уже говоришь о том, что ты продвигаешься. Если ты не продвигал, ты сидел, молчал. Все нормально. Это устраивает. У тебя что-то не устраивает. В этом есть продвижение. Тебя не устраивает. Ты хочешь духовную жизнь, воля глубокая. Это есть результат твоего прежности. И сейчас. Ты же удивляешься. Даже наличие каких-то вопросов вот таких. Это уже говорили про мягкость. Уместные вопросы. И шучу, читаю, ничего не забывал. Когда Брахман перед ней появился, она была логотолстая, глупая. И он говорит, я вот пришел к тебе. А он говорит, о, я так очень счастлив тебя видеть. Давай, стой, я буду на тебя смотреть на 100 сетей. Он говорит, подожди, я приходил, чтобы ответы дать. Она говорит, какие ответы? Давай, стой, я буду на тебя смотреть на 100 сетей. Я говорю, что я тебя вижу. Он говорит, подожди, ты не можешь, ну, я просто наслаждаться. Видите меня, знаете, как с ноги? Ааа, куууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу у тебя должны быть свои вопросы я ухожу и ушел и она такая зачарован демон какой-то вопрос ему подавать я так только пристроил нормально такие аскезы совершал но если все эти аскезы не приводит к вопросу а так убрать дегеса то есть касательно абсолютно истины зачем мне нужны эти аскезы я не искал завершать и она опять ногами подвесил то не знал даже как просто на приняла какие-то физически это неудобно ты можешь это делать на себя ограничу это никогда откидывать ему нет поэтому доски железо у тебя железо гайки полты Выход там, где вход он, ты всегда забываешь, как-то туда влезть, только отсюда и так ты можешь выйти. Понимаешь? Живое существо попадает в тело через рот, потом опять через другое тело. Поэтому через рот он так не может быть. Слушать надо. Трудно. Поэтому ты просто так, чтобы понять какие-то вещи, нужно принять какие-то правила. Значит, ты не поймешь вообще. Правила и предписание. И когда я говорю, я вам приезжал и говорю, что когда шатри управляет, он поддерживает принципы. Когда Брамана, он распространяет знания и вовлекает к шатри, поддерживает определенные принципы. А когда бащи, ему нужно один принцип. Наслаждаться, воровать, думать, заводиться о своих циклятках, кулятках. А когда шутер, а ты к сердцу плачешь. Чего себе взять, поделить? Все ровно. Это все дело. Понимаешь? Значит, это так, как всегда вывод. Вывод – это просто правила принять определение. Ты всегда, вот я сколько тебя знаю, ты же всегда спариваешь, что тебе говорят так делать, а ты не по-своему делаешь. Вот это и есть, не принять правила. То есть, ты действуешь, но не по-правилу. Как это называется? Многие поклоняются мне. Но дело это неправильно, что такое правильное. Слово «правильное» от какого слова? А? Ну, это ты хотя бы сооружаешь? Слово «правильное» от какого слова? А? Да? Какое? Правильное. Правильное. Ну, а правильное – это какое? От кого? От его слова? Рули. 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 Ну, вот не туда рубишь. Тебе говорят направо, то и на лево. То есть, когда ты допускаешь много деятельности по собственной атрибате, то и на лево. И, видимо, ты выдавая это все у меня за правила. Тогда ты… Понимаешь, так вот на машине ездишь, видишь, лак висит? Нет, ты… Тебе раз по-два-два-два, ты думаешь, ну, хуй, ты… Тебе-то… Тебе-то отношения к нему не умерли, а? Здесь ты под правильное. Они стоят там, ты шофер же, да? Там 60 километров на грантингу, ты 70, видишь, тебя останутся. Ну, почему ты на них… Ах, вы, как ты, как ты… Что они сейчас делали? Они решали, они просто следят за правилами. Почему ты им недоволен? Потому что ты им нарушаешь правила. Правильно? Ну, ты почему, если ты им недоволен? Как думаешь? Нарушать. Ну, вот, если ты шедевр, хоть так-то не… Теперь вы его сделали. Значит, надо узнать правила, выучить правила преданного служения. Что по правилам должно быть, как должно быть. И следовать этим правилам. А кто-то будет поддерживать эти правила. Смотри, и как ты будешь только из драмы, тебя будут штрафовать. И Гришни тебя штрафуют. Всё. Мозги забирают. Взять тысячи из беденов забраться. Сорок-две тысячи из беденов забрал. И так постепенно раз-раз. И такое концентрирование. А что вы тут делаете? Пропадает, пишет Павел Гид. Когда человек видит, когда приходит в духовную жизнь, и потом со временем видит крушение своих собственных идей и планов, он думает, что я здесь делаю? Что он здесь делаю? Что он здесь делаю? Что он здесь делаю? В итоге ты подумал, что я здесь делаю? И чем я думаю? Просто принять правила. Тогда мы говорим, что правила это переписаны. Вся наша жизнь построена при этом служить на правилах. Как вставать, кому подваниться, как почтение выражать. В уме со сложными руками, кому служить без ум, сложные руки. Всё это правило, всё работает в комплексе. Куда одно без другого не существует. Всё дополняет. Это как вот, ты вытащишь что-то из машины. Она вот такая проблема, так? То есть всё соединено и всё в комплексе. Только тогда идеально действует. Понимаешь теперь? И что ты оттуда вытащишь? Какую? Голубь. 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 Надо голову просто уйти. Надо, да. Надо, да. Голубь. Вы вот таки. Просто принять правила. Узнать ещё раз, спросить. Таковы правила? Что является моим долгом, а что таковым не является? И тогда здесь. В моём положении. Как я должен свойствовать? Ты должен спрашивать не у Ратвика человека, а у авторитета. Потому что она, если она начнёт действовать по собственным приходям, она наткнётся на то же самое. Все наткнулись в прошлом, в настоящем и все наткнулись в прошлом. Когда мы делаем не по правилам, мы натыкаемся. Даже если мы будем кричать, что вот, Буру нами доволен, это лишь внешне определённые вещи. Мы можем не понять, почему. Он просто хочет продлить наше требование служения, и поэтому вдохновляет нас даже в неправильном. Понимаете? Просто понимая, что в этой жизни мы не сможем действовать. По правилам. Просто позволяем нам действовать хотя бы на уровне кара. То есть, свои желания прилеплять в эту кришню. Понимаете? То есть, разные уровни живут. А кому-то десять тысяч лет ещё служить всё так. А кому-то, ну как служить, так сказать, таким образом. Кому-то кто-то в этой жизни сможет это в следующей. И так все разные, разнообразие существуют, отзависит. Поэтому Кришна говорит, насколько человек предаётся мне, насколько я вознаграждаю. Предаться Кришне, это значит принятие его правила. Читасасасарва кармани, Морисамнясим. Матпарат, Бхиргама, Пашир, Яма, Читахсиданамбала. Что бы ты ни делал во всём, полагайся на меня. И действуй под моим покровительством. Это значит покровительством, это значит руководство. Понимаете? Полагация, значит полагация, когда мы полагаемся на авторитет, мы будем слепо не слепо полагаться на авторитет. Он сказал, мы делаем, Кришна сказал, мы делаем, мы полагаемся на него. Как покровительство, мы не ищем ничего другого за счет. А второго действия. Он отвечает, извините, не забыть свой вопрос. Вот Артема как раз на грубше, и он не хочет слепо повиноваться Кришне. Поэтому Кришна вынужден ему рассказать Бахватит. Поэтому он в конце говорит, рассеялись и теперь твои сомнения. Я говорю, да. То есть Кришна никогда не заставляет действовать слепо. Мы видим, я имею в виду, что он сражается, но пока не понял, и Кришне пришлось ему объяснять. И когда он все ему объяснил, он сказал, а теперь будешь там все, или я понял, сомнения рассеялись, конечно, неприятно, но я понял, что это надо делать. Понял? Что он не отчаянил? Да. Аджуна сражал какую-то самую важную ценность в своей жизни вообще не будет. В чем-то было. Призываясь. Поэтому он, кто когда можно понял, не понял, что я потеряю, иначе вообще не будет. Это оказалось там в лицах у него. Это оказалось там в лицах у него. Вот так же, блин, он хорошо за домом. Семья, дети, так что-то, может быть, в нем нет, вообще не слышно. Ну, это в итоге идеал. Но каждый идет по разным путям к этим идеалам. Время у каждого по-разному. Вот еще есть надежда, чтобы устроиться в этом. Все их надежды. Разные годы. Мы должны сейчас просто отзвонять людей воспринимать. Не важно. Это особая милость, что читаем вам правду, потому что человек просто возвращается назад Бог. Просто возвращается. И не важно, кто он, кем он был, что он. Если он повторяет Святое Имя, участвует в киртонах, совершает одно из девяти. Или несколько, или все сразу. Он просто возвращается. Это очень просто. Просто и в то же время сложно это понять, поскольку вовремя это не является. И что он-то нравится. Они не должны быть дальше. Они должны быть дальше. И чтобы институт не было, чтобы хоть подмена происходит иногда. Кто авторитет. Так же как кришна, а он бывший авторитетом, а в то же время произошла подмена. Кто раначарь для него был авторитет, кто где-то, к хишну. Тот-то еще кто-то там знает. Тогда получается, для кого служут? Понимаешь? подмены чтобы авторитетов не происходило все мы учимся быть прозрачной через среду между то есть авторитетность это как очки понимать то есть буду для того чтобы ты видел не буду а будут для того что ты лучше увидел кровь надеваешь очки и другие картинки снимаешь вот так только блога видит а так раз это хорошо поэтому когда кто-то что-то тебя просит и должен понимать что ты должен видеть в этой машине или должен восхититься философичной группы или какой-то личности потом в итоге здесь проблема забодраны шкулы и губа так ведь под ломаным зубом и глаз выточен и болтает понимаешь и спрашивают кого ты слушал на руку мне сказали я делал а понятие вы спросите как я могу прогрессировать в духовной жизни а прогрессировать духовной жизни значит мы должны выбирать того кто удачный в духовной жизни удачный мы должны исследовать неудачи в том смысле удача мы должны критерии удачный то удачный у кого можно считать удачный как мы задаем вопрос вопрос и поэтому всякие представления ложные просто ложная гордость сжимает сердце закона нет иной причины в этом и корме они говорят нет все из корысти делается нет тут не ходи в честном порядке все из корысти и нет иной причины кроме корысти тем это такое поэтому говорит в детках и в сердце отживаются и добродетельный Каждый демон искали, чтобы избавиться от этого демонического квиталитета. Именно избавиться от этих демонических представлений. Чтобы все только действуют искали, все кругом. Они только не помнят, что там, что-то на то же время. Вы должны быть очень осторожным совершать оскорблением. Оборадовую очередь. Скорблением. Расскорбительным устройством. Всех рассматривать. А чтобы распределить, мы должны быть специалистами. Мы должны делать скорблительные выводы. Быстро. Решать. Текстовая . Задавая частота не позволит нам сделать правильное движение. Поэтому возвращаемся с гуру к рассплопному. Если гуру нас говорить тот, чем не говорил его Гуру, мы можем принести нас к рассплопному. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok